Девчонки, всем привет! Как вы поняли с названием видео? Сегодня будет видео на тему о том, как закончилась моя история с интернет-магазином Паула Конте. Кто еще не знает, что у меня с ним произошло, я оставлю ссылки под видео. Да-да, вон там вот. И проходите, смотрите, знакомьтесь. Для того, чтобы вы не совершили в своей жизни такие ошибки, которые, к сожалению, у меня произошло, какие ошибки совершила я по своей непредусмотрительности о том, что была просто не проинформирована и поэтому как бы потратила немножко нервов и сил. Так что вот так вот, девочки, если вам интересно узнать, чем же закончилась моя ситуация с интернет-магазином, тогда берем кружку чая, я думаю, разболтаюсь и расскажу вам все, как было и не только об этом. Ну вот, девчонки, хочу сказать, что все закончилось благополучно, денежные средства мне перечислили 1 апреля. Я не снимала так долго, потому что, вы знаете, я уже рассказывала о том, что мы приболели всей семьей, и у меня, к сожалению, не было возможности уделить вам должное внимание, поэтому я занималась ребенком, мужем и собой для того, чтобы восстановиться и выздороветь. Так что вот так вот. Кто не знает, меня зовут Ирина, и начну с того еще, что 24 марта интернет-магазин Паула Контов, точнее даже, наверное, 25 числа, они мне отправили по почте электронной платежного уведомления, платежку точнее, о том, что они перечислили мне денежные средства. И уверили меня в том, что через 3 дня у меня денежные средства будут на моем расчетном счете. Но так не произошло. Произошло то, что я опять побегала немножко по банкам, немножко с ними, так скажем, повозмущалась о том, что где мои денежки, но по итогу все-таки разрешилось все так, что денежные средства мне перечислили. И хочу вам, девочки, сказать сразу же, наверное, вывод из всей этой ситуации могу сказать даже несколько выводов. Первое. Не бывает нерешаемых ситуаций. Как бы, знаете, не была бы абсурдной ситуацией, все равно можно разрешить. Второе. Нужно быть абсолютно внимательным, и когда вы перечисляете кому денежные средства. То есть, нужно хотя бы посмотреть отзывы, поискать, и просто вот так вот, как я это сделала, знаете, поверив в доброе имя Паула Коффи. Снимаю на селфи палку сегодня. Это уже у меня третья палка, которая, ну, никак не могу с ней договориться на съемку. Так что вот, о чем я говорила. И второе. Не нужно верить просто, знаете, нашумевшему имени, и не всегда, знаете, там, нашумевшее имя компании может ручаться за то, что вас не обманут и не произойдет какой-то, так знаете, нюанс, когда мне сказали, а-ля, это человеческий фактор. Кто смотрел мои предыдущие видео, сейчас вы понимаете, о чем я говорю. Так что вот так вот, девочки. Если у вас будет подобная ситуация, и вы будете в потерянности, и не сможете, как-то, знаете, в этом состоянии шока, и не будете знать, что, как дальше делать, вы можете смело мне писать личные сообщения. Я чем смогу, тем помогу, в плане того, что, может быть, я дам вам какой-то совет, может быть, я вам помогу составить тот или иной документ. Я думаю, как бы, мы должны друг другу помогать, потому что, ну, в этом и существуют наши человеческие отношения, когда мы не бросаем людей, знаете, на произвол судьбы. В этом и есть наш огромный плюс, и нас отличает от множества, так скажем, животных, когда они могут, знаете, оставить. Хотя нет, животные, они намного добрее, чем люди, и не бросают в беде, так скажем, своих братьев. Ну вот, так что вот по поводу Павла Конта сказала. Ещё, девочки, на днях я посмотрела видео, я не помню, это смотрела по телевизору, по каналу, либо я посмотрела в сетях интернета. Взаимоотношения снохи и свекрови. У меня есть много чего сказать по этому поводу. Вообще, так как я являюсь сама снохой, и те девочки, которые вот сейчас собираются замуж, либо у них процесс того, что вот им сделали предложение, и, может быть, у них начинаются какие-то сложные отношения, либо наоборот какая-то эйфория, либо свекрови, которые не знают что-то как-то. У меня, знаете, какое-то своё уже мнение, сложившееся о том, какие должны быть взаимоотношения между свекровью и невесткой, то есть снохой, да, и как вообще реагировать на то или иное поведение невесты, ну, снохи, либо как реагировать на поведение свекрови. Вот, если вам интересно узнать моё мнение, девчонки, пишите комментарии, я обязательно сниму отдельное видео, потому что эта тема очень такая, знаете, обширная. Почему я задела эту тему? Потому что, когда я случайно наткнулась вот на вот эту тему, да, вот я не помню уже где, в интернете или по телевизору, но у меня, правда, у меня стали волосы дыбом, потому что это не просто, знаете, скандалы, которые на кухне происходят, там, да, между свекровью и снохой, это реально проблема, наверное, на сегодняшний день человечества семей, взаимоотношения семей, о том, что летальные исходы происходят, то есть либо смерть невестки, снохи, либо смерть свекрови, но это неправильно. Я считаю, что это просто, знаете, это вот, и это неправильно, я считаю, что это полнейший абсурд, то, что происходит вообще в мире, именно взаимоотношения в семьях, и я бы хотела внести свои пять копеек по этому поводу и снять какое-то видео. Но если это вам будет интересно, если, конечно, мне не захлестнёт какая-то эмоция о том, что мне захочется, просто даже так, знаете, не дождавшись от вас ответа какого-то, да, я расскажу своё мнение по этому поводу. И, знаете, у меня, наверное, мнение по этому поводу слаживается не просто там вот, потому что я там в браке сколько-то лет, и у меня имеется ребёнок там, либо ещё что-то, у меня, наверное, вырисовалась какая-то общая картинка. Я видела очень много примеров семей, где там замечательные отношения, видела много семей, где там отвратительные отношения. И на сегодняшний день я понимаю, что хочется просто об этом рассказать. Вот так вот, девочки. Хочу ещё также сказать, девочки, огромное спасибо вам за то, что по теме видео, которое я снимала о Паула Конте, в тот момент, когда мне было действительно, я вам говорю, мне было плохо, мне было плохо, потому что я не могла понять, почему так происходит, что ж такое, как так я могла попасть в такой просаг, попасть на эту сумму, да, как бы, кто-то скажет, что это не очень большая сумма, но зачастую, ну, как бы, нужно беречь любой момент, даже там 150 рублей мне бывает жалко, когда я там покупаю какой-то неудачный продукт. Мне кажется, блин, лучше бы доплатила, купила лучше. Также с этим заказом с интернет Паула Конте я уже 35 раз пожалела, и было так приятно, было так тепло от того, что вы мне писали, от этих вот комментариев, которые, знаете, вы поддерживали. Вы, как-то, знаете, отнеслись к этому настолько по-доброму, что мне это давало какой-то внутренней уверенности о том, что я могу бороться, о том, что не всё так плохо, и есть люди, которые понимают, и я не просто так, знаете, там, свихнувшаяся домохозяйка, которая не знает, чем заняться. Мне есть чем заняться, много забот, как и любая другая мамочка меня понимает, да и любая женщина всегда знает то, что дома всегда очень много всяких разных дел, забот, которые хочется переделывать и хочется уделять этому внимания. Но случаются такие моменты, как у меня произошло, что большая часть тела уходит именно на решение той или иной проблемы. Так что вот так вот, девочки. Огромное вам человеческое спасибо за это, правда. У меня даже нет слов, как вот высказать, как вот правильно сказать вам спасибо, потому что оно просто огромнейшее вам человеческое спасибо. Спасибо, девчонки. Это всё вам. Вы у меня умнички, молочинки, большое спасибо вам. Вот так вот буду закругляться с видео, потому что хочу посмотреть ещё ваши видео. Сейчас сижу перед компьютером, хочу немножко посмотреть ваши видео, пока у меня ребёнок смотрит телевизоры. Я знаю, что это буквально на минут 10-15, и я могу уделить время вам, могу снять видео, могу сделать кучу много разных дел. Так что вот так вот, девочки. Если вам понравилось данное видео, конечно, поддержите меня пальчиком вверх. Не забывайте подписываться на меня, чтобы не пропустить новое видео. Вдруг для вас что-то будет интересное и полезное я смогу рассказать. Так что вот так вот. Берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.